Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про подбор доз инсулина. Многие пациенты на инсулинотерапии не умеют корректировать дозы инсулина и не знают основные правила коррекции. Сегодня мы их и обсудим. Если рассматривать инсулинотерапию, то в инсулинотерапии чаще всего используются два вида инсулина. Это продлённый инсулин или базальный, база, которая держит ночные сахара, то есть сахар ночью, и дневные сахара, базальный инсулин или база. И плюс короткий инсулин, так называемый болюс, который мы ставим на приём пищи для усвоения сахара из пищи. Если рассматривать организм человека без диабета, то в организме человека без диабета также у нас идёт постоянная базальная выработка инсулина поджелудочной, то есть часть инсулина у нас вырабатывается постоянно и обеспечивает базальный уровень инсулина, который нужен, чтобы наши клеточки организма постоянно усваивали сахар из крови, чтобы мы могли работать, жить, функционировать и так далее. Плюс, когда мы кушаем на еду, на углеводы, на подъём сахара крови, также организм здорового человека даёт выброс инсулина, чтобы, соответственно, сахар усвоился нашим организмом. То есть завтрак, обед и ужин у нас вырабатывается инсулин на еду, болюсы. Поэтому, когда мы идём на инсулинотерапию, соответственно, также мы делаем базу продлённым инсулином, и на еду мы ставим короткий инсулин, болюсы, в зависимости от того, какой у нас базальный инсулин, база. У нас может быть либо одна инъекция, если это инсулин, который работает в сутки, например, лантус, тут жео, тресиба, инсулины, которые колются раз в день, либо же, если инсулин работает полсуток, то есть 12 часов, инсулин и НПХ, розинсулин, НПХ, биосулин, НПХ, ливимир тоже часто два раза в день ставится. Так вот, если инсулин работает не полные сутки, а полсуток, то есть 12-16 часов, то мы его ставим два раза в день, чтобы обеспечить себе базу днём и базу ночью. Как понять, верно ли подобран базальный продлённый инсулин? Во-первых, ночные сахара ночью работают только базом, и короткие ночью не ставим, то есть ночные сахара – это адекватность подобранной дозы базы. Если у вас базальный инсулин подобран верно, то ночные сахара у вас хорошие, то есть несколько раз за ночь мы просыпаемся, измерили сахар, посмотрели – всё хорошо. Значит, у вас дозировочка продлённого ночью верная. Днём о дозе базы говорят сахара до еды, то есть тащат те сахара, которые без еды и без инъекции короткого инсулина, то есть тащиковые сахара утром – тощак, перед обедом и перед ужином – тощак. Это база. Если у вас постоянно повышены сахара и ночью, и днём, то мы повышаем дозировочку продлённого инсулина. Продлённый инсулин пациент самостоятельно может повышать на 1-2 единицы в сутки. То есть резко дозу не повышаем, потому что, если мы резко поднимаем дозу продлённого инсулина, у нас же не только днём падает сахар, но и ночью. То есть опасность ночных гипогликемий, падений сахара ночью – это не только опасность кошмаров, ночного пота, когда трясёт ночью и так далее, а ещё и опасность смерти во сне из-за низкого сахара. Поэтому дозу базы повышаем на 1-2 ммл в день, не больше. То есть очень плавно корректируем базу. Если же наоборот, у вас постоянно падает сахар ночью, гипогликемия – низкий сахар, либо днём натощак постоянно низкий сахар, например, троечка, в таком случае дозу базы продлённого инсулина уменьшаем, чтобы уменьшить сахароснижающий эффект, чтобы поднять сахар до нормы. То есть определились – ночь и день натощак – это база. А вот сахара после еды – это как раз короткий инсулин. Причём по короткому инсулину. Бывают разные виды короткого инсулина. Бывают инсулины ультракороткие, которые работают быстро. Это хумалокопидроноворапид. И более быстрый инсулин – это фиасп более новый. Ультракороткий инсулин мы укололи, он очень быстро раскрывается, пик действия, если на сахар снизился. Поэтому короткий инсулин ставится перед приёмом пищи. Если же мы рассматриваем не ультракороткий, не хумалокопидроноворапидфиасп, а более старые инсулины короткие – биосулин-Р, ростинсулин-Р и так далее, они начинают раскрываться примерно через полчаса после инъекции. Поэтому короткий инсулин мы ставим за 30 минут до еды, а ультракороткий – сразу перед едой. Да, некоторые пациенты, когда очень быстро кушают, ставят ультракороткий сразу после еды. По инструкции, по стандартам, так можно делать, но если вы ставите ультракороткий сразу после, вы кушаете, у вас сахар растёт, то есть у вас начинается быстрый подъём сахара, а дальше инсулин его снижает. Это не самая лучшая ситуация для организма. Лучше, чтобы раскрытие инсулина наступало одновременно с тем, как у вас поступает сахар в кровь, то есть одновременно с тем, как вы едите. Так вот, как подбирается доза короткого инсулина? Доза короткого инсулина подбирается по двум параметрам. Первый параметр – это количество съеденных хлебных единиц, то есть сколько вы съели углеводов. Чем больше вы съели углеводов – каши, фрукты, ягод, хлеба, тем больше нужно инсулина, чтобы все эти углеводы усвоить. И второе – это углеводный коэффициент. То есть сколько конкретно вашему организму нужно инсулина для усвоения порции углеводов. То есть одному человеку на усвоение одной хлебной единички утром нужно 2 единицы короткого, кому-то нужно 1 единицу короткого, ребёночку на усвоение одной хлебной может быть потребность 0,3-0,5 короткого. Если у человека инсулинорезистентность выраженная, на одну хлебную может идти 3 либо 4 единицы короткого. То есть в зависимости от того, сколько съели, и в зависимости от того, какая чувствительность к инсулину, какой углеводный коэффициент. Углеводный коэффициент считается индивидуально. Есть расчётные методы, есть методы порядком подбора в динамике. Идеальный вариант, если вы просчитали расчётными методами и плюсом дальше в динамике откорректировали, это всё делается совместно с лечащим врачом. Причём, что важно, углеводный коэффициент на завтрак, на обед и на ужин очень часто отличается. То есть у большинства пациентов утром для усвоения одной хлебной единицы требуется инсулина больше, чем в обед и вечером. Ну то есть если в среднем, да, у пациентов с первым типом диабета, у взрослых, не у детей, у детей меньше дозы, в среднем утром 2 единицы инсулина на одну хлебную, в обед 1,5 к 1, вечером 1 к 1. То есть чтобы правильно подобрать дозировку короткого инсулина, вам А. Нужно правильно считать хлебные единицы, и Б. Нужно знать углеводный коэффициент свой на завтрак, на обед и на ужин. Если вы не умеете считать хлебные, не умеете считать углеводные коэффициенты, это всё есть в моей школе диабета на сайте Ольга Павла ВРФ. У нас очень подробные уроки, как считать хлебные, с примерами, с примерами тарелок. Ваша задача научиться на глаз определять, сколько здесь хлебных. Потому что я понимаю, что во взрослой жизни вы не будете бегать с весами во время обеда в столовую. Вы не будете с весами ездить на отдых. То есть вам надо уметь считать хлебные единицы, пришли на обед в столовую, либо в ресторан, взяли свою порцию и уже видите, сколько там хлебных единичек. Посмотрели, какой углеводный коэффициент и правильно подкололись. Это очень важно, потому что если вы не умеете считать хлебные, вы не подберёте дозы короткого инсулина, чтобы у вас был ровный сахар. Поэтому база продлённый инсулин считается по ночным сахарам и сахарам натощак. Когда вы подобрали продлённый инсулин, то есть выровняли ночные сахара и сахарам натощак, мы подбираем короткий инсулин, который ставится на еду по количеству съеденных хлебных и по коэффициенту чувствительности к, соответственно, инсулину по углеводному коэффициенту. Очень важно, что короткий инсулин мы ставим не только по углеводному коэффициенту, но и по коэффициенту чувствительности. Что это такое? Если у вас сахар перед едой очень высокий, то есть вы собрались кушать, а у вас сахар высокий, к примеру, вы до этого попереживали, был стресс, либо какой-то перекус лишний сделали, где-то лишнее яблоко съели, фруктозу, и у вас сахар до еды высокий, то вам надо короткий поставить и на еду по углеводному коэффициенту, и на коррекцию по коэффициенту чувствительности, чтобы этот тощак снизить. Соответственно, у вас суммируется короткий, это тоже все рассказывают врачи на консультации, это тоже мы все проходим в школе диабета, у кого врач не рассказывает. Поэтому короткий на еду и на коррекцию. Если вдруг у вас резко поднялся сахар, либо вы не досчитали инсулин на еду, неправильно посчитали, либо вы попереживали, либо какой-то стресс, об, скакнул сахар там 13, 14, 15, то да, мы его скалываем коротким инсулином, чтобы снизить до нормы. То есть продленный инсулин это база, на коррекцию она не колется, она идет как база на коррекцию, если вдруг резко подскочил сахар, мы колем короткий. Какие еще бывают инсулины? Бывают инсулины миксовые, они применяются при сахарном диабете второго типа, когда снижается выработка своего инсулина. Миксовые инсулины так и понятно, слово микс смешанный. Миксовые инсулины это короткий плюс продленный в одной шприц ручки. Они так и называются, микс, например, новомикс и так далее. У них будет идти обозначение, например, 30 на 70, то есть 30% короткого и 70% продленного. Как ставят миксы? Поскольку микс это и короткий, и база в одной инъекции, то есть мы за одну инъекцию микса сразу же получаем профиль и короткого, и продленного. То есть мы укололи микс, и мы получили вот такую вот картинку. То есть сразу и короткий, и продленный. И поэтому микс ставится перед едой, потому что короткий инсулин ставится на еду. Чаще всего миксы назначаются два раза в день перед завтраком и перед ужином. И в таком случае основные углеводы разбиваются под короткий инсулин на завтрак и на ужин. Если вы идете на миксе, то вам лечащий врач должен очень четко проговорить, сколько углеводов и как разбить под инъекцию микса. Это очень важно. То есть те, кто идут на миксах, те количество углеводов обязательно обсуждают с лечащим врачом. Так же, как и время инъекции микса. Потому что вот эту вот короткую часть миксового инсулина, ее нужно сопоставить с приемом пищи, чтобы не упал сахар из-за того, что короткий инсулин. И когда вы ставите микс, смешанный инсулин, обязательно сначала его перемешиваете. Ну то есть потрясли, либо вот так вот можно сделать, да, чтобы у вас была нужная доза короткого и продленного, чтобы он был гомогенный. Друзья, по коррекции доз инсулинов самое главное, что важно помнить, это вы помните о ваших целевых сахарах. То есть какие сахара в вашей ситуации должны быть до еды, какие сахара должны быть после еды. И именно под ваши целевые сахара вы уже корректируете дозы инсулинов. Больше информации о подборе диеты, о коррекции терапии вы узнаете в школе диабета на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!